Чтобы было жизнь продлевать, необходимо оценивать, какой возраст у человека. Оценивать это необходимо объективно, потому что одни люди стареют рано, другие люди стареют поздно. Так появилось понятие биологический возраст, то есть возраст нашего организма. Хотите проверить свой биологический возраст? Да. Как вас зовут, простите? Ольга. С чего начнем? Итак, для того, чтобы определить биологический возраст человека, мы будем использовать весы. Мы будем использовать спирометр. Он позволяет определить, какое количество воздуха умещается в наших легких. Мы будем использовать глюкометр. Это продвинутая модель, которая позволяет определить у человека и уровень глюкозы, и уровень холестерина. Итого у нас будет четыре параметра, по которым мы сможем оценить биологический возраст Ольги. Итак, мы возьмем пальчик, аккуратно сдавим. Оп. Оп. Пошла кровь. Мы берем. Вы пустили кровь в студию. Тест-полоску. Хорошая кровь. Алая. Включаем глюкометр. Вставляем тест-полоску. Что он нам сейчас скажет? И ждем результата. Пока происходит анализ, мы измеряем вес. Возьмите салфетку. Пальчик прям салфетку. Итак, мы смотрим вес 50 килограммов. Итак, мы... Какая стройная у нас, Ольга. Смотрим. Что же нам показывает глюкометр? 4,8 миллимоль на литр. Сейчас мы измерим жизненную емкость легких. Смотрите, Ольга, вы очень глубоко вдыхаете. Максимум с того, что вы можете. Закрываете нос пальцами и в эту белую трубочку, он что-то, он одноразовый, выдыхаете туда весь воздух, который есть в ваших легких. Поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 2500 миллилитров воздуха. Выдула Ольга. И нам осталось измерить уровень холестерина в крови. Мне придется снова попросить ваши замечательные пальчики. Возьмем тест-полоску для измерения уровня холестерина. Итак, нам придется подождать несколько дольше. А пока мы с вами нарисуем таблицу. Мы возьмем три возрастных группы. Это 25 лет. Максимум здоровья. У человека это пара идеальных физиологических показателей. Мы возьмем возраст 45 лет. И мы возьмем возраст 65 лет. В 25 лет идеальным уровнем глюкозы является 4,5 миллимоль на литр. Для 45 лет это 4,8 миллимоль на литр. Для 65 лет это 5,3. Итак, кто помнит, какой уровень глюкозы был у Ольги? У меня он записан. 4,5. 4,8. 4,8. 4,8 был уровень глюкозы у Ольги. Пока это еще не означает, что вам 45. Но продолжим. Жизненная емкость легких. Точнее, соотношение жизненной емкости легких к массе тела. В возрасте 25 лет это 60 миллилитров на килограмм веса тела. В возрасте 45 лет это 50 миллилитров на килограмм веса тела. И в возрасте 65 лет это 38 миллилитров. Вес Ольги 50 килограммов, а жизненная емкость легких 2,5 литра. Это означает, что на килограмм ее веса приходится 50 миллилитров воздуха. И уровень холестерина мы смотрим. 5,5. Подводим решающую черту. Итак, уровень холестерина в крови у 25-летнего человека. Это 4,6. Уровень холестерина в крови у человека в 45 лет это 5,6. Напоминаю, что все эти цифры для идеально здорового человека. И в 65 лет это 7,2. Что мы имеем в итоге? 5 и 5. Только из доброты душевной я сделаю кружок вот здесь. По трем этим параметрам. Биологический возраст Ольги 45 лет. Хорошо, с учетом того, что холестерин ниже, 43 года. Ольга, если не секрет, сколько вам лет? 36. 36 лет. А еще раз посмотрите внимательно. То есть это показатели у человека, который действительно здоров. Более того, все эти показатели, это не приговор. Все эти показатели человек может менять. Уровень глюкозы, уровень холестерина зависит от нашего питания, от количества физических нагрузок. Жизненная емкость легких, масса тела зависит от них же. Не запускайте этот процесс, не заставляйте эти кружочки оказаться завтра в третьей графе. Занимайтесь собой. Спасибо. Спасибо, доктор. Я хочу обратиться к нашему эксперту, врачу-терапевту высшей категории Татьяне Романенко. Татьяна, прокомментируйте, пожалуйста, то, что вы видели. Хочу сказать, что то, что сегодня я услышала и увидела, это, в общем-то, даже для меня имело, в общем-то, такое большое значение. Почему? Потому что на самом деле наша героиня производит впечатление, как я говорю, практически здорового человека. И такие подробности ее состояния здоровья, которые мы сегодня увидели, настораживают меня, как доктора, ну и, конечно, должны насторожить героиню. Но не все так фатально. Стареет все, стареет все во всем, но с разной скоростью. Спасибо, Татьяна.